В сентябре 2020 года в Хабаровске был спущен на воду экспедиционный разборный парусный катамаран «Антарес». Это первый на Дальнем Востоке социальный проект подобного рода. Цель проекта «Антарес» — морские экспедиции, сбор фото и видеоматериала о труднодоступных и малоизвестных местах Тихоокеанского побережья нашей страны. За три сезона путешественники провели испытания своего самодельного судна в условиях моря и речного мелководья, а в этом году экипаж отправился в свой первый полноценный поход при сотрудничестве с Хабаровским краевым отделением Русского географического общества. Целью экспедиции амбициозно был выбран остров Ионы, самая труднодоступная точка Хабаровского края, которым было известно, что это огромный птичий базар со всех сторон, окруженный лежбичами силучей. Все, кто когда-либо бывал на острове или рядом с ним, были впечатлены обилием жизни на этом клочке суши. Все подробности узнаем у наших гостей в студии Николай Зайцев и Павел Карасев-путешественники. Доброе утро. Николай, Павел, доброе утро. Ну что ж, проект «Антарес» существует уже три года, да? Нет, он существует. Больше три года мы ходим по воде. Три года вы ходите по воде. Каждый раз новые маршруты, новые цели. Вот в этом году какие цели, какие маршруты? Расскажите. В этом году мы осуществили свою давнюю мечту, прям давнюю-давнюю-давнюю. Мы добрались, высадились и провели четыре дня на острове Ионы. Вот остров Ионы – это наша самая труднодоступная точка Хабаровского края, незаслуженная, забытая. Вот о ней мало кто знает, но тем не менее это памятник краевого значения, памятник природы, на который очень трудно попасть. Нам это удалось сделать. Что вы там для себя нашли, обнаружили, что вас впечатлило больше всего? Впечатлило абсолютно все. Я до сих пор пребываю под впечатлением. Я опять хочу туда. Это потрясающее место. Ну, такие вещи нельзя описать словами. Я даже подобрать не могу. Смотрите, Николай, ну вообще у ваших путешествий цели не только же просто самим посмотреть и закрыть какие-то свои мечты и гештальты туристические, но и все-таки научно-изыскательские задачи перед вами стоят. Вот, например, в частности, вы же теперь работаете с русским географическим обществом. Возможно, они какие-то свои просьбы, задачи ставят. Расскажите об этом немного. То есть какая информация получена от этого путешествия? Что важно вам? Да, вкратце расскажу. Да, на самом деле на острове раньше изучались, получается, птицы, то есть орнитологами. А вот, например, насекомые и грызуны. Грызуны, да? Да, грызунов мы не обнаружили, но зато нам удалось найти насекомых. Мы их отсняли. И русскому географическому обществу, да, то есть мы уже предоставили кое-какие данные и еще будем дальше работать. Ну и растения. То есть по растениям тоже работа никакой раньше, оказывается, особой не велось. Ну, мы подсняли все это дело, все привести, к сожалению, не удалось там по разным причинам. Но зато фотоматериал мы отсняли. Что-то уникальное, неожиданное. Робинзон Круза там какой-то, может быть, я не знаю, вам попался. Про камни. Да, вот про камни. Дело в том, что наш Николай, капитан, заметил одну особенность. Дело в том, что на высоте примерно 15 метров мы обнаружили огромные круглые камни. Явно омытые морем когда-то. То есть и когда мы с квадрокоптера облетели его, мы обнаружили такой момент, что поезд по всему острову идет, по всему периметру. Но 15 метров-то не уровень прилип-отлив далеко. Да, то есть получается, что именно там на высоте 15 метров и была линия прибоя. Когда-то. Когда-то. То есть получается, либо уровень моря упал когда-то, что навряд ли, либо, что более вероятно, остров просто поднялся. Интересно. А Лежбище Силучи, какое произвели впечатление? Это вообще опасно или не опасно? Нас пугали. Нас все пугали, кто туда ходил, кто смог высадиться и не смог. Пугали Силучими, что они агрессивные. Но дело в том, что у нас судно позволяет подойти очень близко к берегу, в отличие от многих жесткокорпусных судов. Мы подошли метров 20-30 от берега, постояли час, и мы друг к другу привыкли. То есть они... И даже понравились. Ну, они нам точно, мы не знаем, как мы им. Но, однако, мы спокойно высадились, даже не ожидали, что настолько спокойно сможем высадиться. Ну и в дальнейшем сосуществовали нормально. Вот, Николай, я к вам, как капитану судна, обращаюсь. Маршрут достаточно непростой. Добраться? Ну, не случайно это самая труднодоступная точка Хабаровского края. Это же не пустое слово. Готовясь к подобным походам, вообще, насколько возможно просчитать все нюансы, все мелочи и, ну, загодя, например, там, попытаться спрогнозировать какие-то погодные сюрпризы, чтобы это было такая, знаете, легкая прогулка с ветерком. Ну, каждый раз, когда мы идем в море, я себя настраиваю, что мы однозначно в каком-нибудь месте попадем. Не бывает такого, что ты несколько месяцев находишься в море и все время это... минуешь шторма. Вот. К острову Ионы мы готовились основательно. Мы разговаривали с нашим путешественником Игорем Ольховским, который туда ходил. Разговаривали с гидрометеоцентром. И нам как раз посоветовали именно начало августа для похода. Почему? Потому что в начале августа, с начала августа по середину августа, Охотское море открывается. Открывается в каком-то... От туманов. От туманов, да. То есть там минимальная облачность, но и в то же время, в этот период, как раз начинается сезон синих штормов, собственно, в которые мы и попали по возвращении домой. Но, тем не менее, попасть на остров Ионы считается это везухой. А попасть на остров Ионы в хорошую погоду, это попасть... Вдвойне повезло. И нам повезло. Мы четыре дня пробыли в очень хорошую, спокойную погоду. То есть там не было большого наката. То есть мы высаживались в день по несколько раз. И вот последний день, да, у нас... Да, был очень солнечный. Был солнечный день. Приятный день. Вот я сейчас посмотрел некоторые кадры холодных штормов. Вот вы рассказываете, конечно, была солнечная погода, но все равно солнечная погода в Охотском море. Но это недалеко не курорт. Понятно, что есть моря как бы и потеплее, но все-таки вы путешествуете по северным районам Хабаровского края. Это Охотское море. Почему вы выбираете именно эти направления? Ну, самая банальная причина – это то, что он мало заселен. У нас условно крупные населенные пункты север Хабаровского края – это Чумикан, Аян и Охотск. Кстати, пользуясь случаем, Охотску огромный привет. Очень добрые, гостеприимные люди. Очень готов встретили. Да. И вот это первая и основная, наверное, причина, почему у нас нетронутая природа и есть еще на что посмотреть. Какой еще новый опыт вы получили в этом путешествии? Ну, в шторме. Мы получили огромный опыт. Дело в том, что никто из нас не был в такой ситуации. Волна была примерно 7-9 метров. Мы так прикинули по мачте, да. И наше судно было испытано в таком серьезном шторме. То есть, произошла незначительная поломочка, которую мы очень быстро исправили потом, после шторма. И мы впервые воспользовались плавучим якорем. Мы даже думали, что он у нас когда-нибудь там просто сгниет от старости. Но мы им воспользовались для того, чтобы штормовать. Вы когда-нибудь на этапе подготовки путешествия думали, что ваш Антарас может попасть вот в такую волну? И вообще рассчитан ли ваш катамаран на такие волны? Ну, мы и строили его, исходя из наших условий. Потому что у нас шторма суровые, моря у нас все суровые, в том числе и Японское море, несмотря на то, что оно теплое. Поэтому мы как раз вот и готовились. Ну и сами готовились тоже. То, что будет не очень весело. А Яни, какой-то мыс уникальный, вы, да, обнаружили? Вот сейчас мы видео можем наблюдать, наши телезрители смотрят, вы можете прокомментировать. А это мы штормовали в реке Алдома. Ну и пока штормовали, вот с Павлом вышли на прогулку на берег. Ну и давай ты расскажешь. Обнаружили уникальное такое место. Дело в том, что там протяженность не сильно большая у этого утеса. Там утес практически. И он похож на срез огромного дерева. Вот, ну понятно, нам ученые сказали, что это все-таки не дерево там. Но, тем не менее, для любителей альтернативной истории там можно многое придумать, да. Мы сняли, мы часа четыре пробыли на этом утесе, отфотографировали его. Действительно похоже на структуру дерева, но просто гигантского. Мы не отпустим вас без какой-нибудь эксклюзивной информации о ваших планах на будущее путешествие. Расскажите, что нового, амбициозного вы запланировали? Мы на следующий год запланировали маршрут из города Хабаровска до мыса Дежнево-Берингов пролив. Ну и с последующим выходом в приполярный круг. В связи с этим мы даже подали заявку у нас, приняли на мировой рекорд, как первое пересечение на надувном парусном судне Охотского моря и самый протяженный маршрут вдоль берега одного государства на надувном парусном судне. Ну и получается, Хабаровский край, если все пройдет удачно, будет первым, кто прошел все наши восточные моря нашей страны. Ну это очень и очень амбициозный план, путешествия, утепляться получается надо будет. Готовиться, да. Я думаю, что вашего опыта и моральной выдержки уже хватает после всех штормов. Когда вы справились с трудными ситуациями, даже вас не охватила паника, хотя вот мне, как обывателю, кажется, что это, конечно, невероятно сложно и опасно, но мы желаем вам успехов и будем с интересом следить. Подожди, подожди. Может быть, возможно, сейчас наш разговор сподвиг кого-то покинуть зону своего комфорта, которая очерчена периметром дивана. Вы берете кого-то с собой? Есть планы, что вы будете расширять ваш коллектив? Да, мы хотим на этапы, то есть приблизительно у нас все путешествия разбито на три этапа, и мы хотим пригласить в команду тревел-блогеров на каждый отдельный этап. То есть на один этап, разные блогеры поэтапно. Очень интересно, возможно, как раз кто-то заинтересуется и тоже проверит себя на прочность. Знаю я некоторых. Спасибо вам огромное и успехов. В гостях были Николай Зайцев и Павел Карасев, путешественники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!